Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по четвертой книге Царств. И сегодня мы будем читать десятую главу этой книги. У Ахава было 70 сыновей в Самарии. И написал Иеуи письма и послал в Самарию к начальникам израильским старейшинам и воспитателям детей Ахавах такого содержания. Когда придет это письмо к вам, то, так как у вас и сыновья господина вашего, у вашей колесницы, и кони, и укрепленный город, и оружие, выберите лучшего и достойнейшего из сыновей государя своего и посадите на престол отца его и воюйте за дом государя своего. Почему Иеуи так действует? Он так действует, потому что он не хочет просто напасть на семейство Ахава. Он предлагает им избрать старшего из своего круга и вступить в такое честное противоборство. И теперь он будет ждать, какая реакция последует со стороны этих людей, которым он направил письмо. Они испугались чрезвычайно и сказали, вот два царя не устояли перед ним, как же нам устоять? И послал начальствующий над домом царским и городоначальник, и старейшины, и воспитатели к Иеую сказать, мы рабы твои, и что скажешь нам, то и сделаем, мы никого не поставим царем, что угодно тебе, то и делай. Наслышанные о победах Иеуя, они не решаются выступать против него и признают свою зависимость от него, называют себя рабами Иеуя и говорят, что он им прикажет, то они и сделают. Как бы таким образом они признают, что он царь над ними. И написал он к ним письмо во второй раз такое. Если вы мои и слову моему повинуетесь, то возьмите головы сыновей государя своего и придите ко мне завтра в это время в Израиль. Царских же сыновей было 70 человек и воспитывали их знатнейшие в городе. Когда пришло к ним письмо, они взяли царских сыновей и закололи их 70 человек и положили головы их в корзины и послали к нему в Израиль. Конечно, эти люди поступают коварно. Они обучали этих царевичей 70 сыновей Ахава. Они заботились о них, они получали жалования за все это. И так быстро перемениться, перейти сразу в стан Иуя, тем более так жестоко расправиться с детьми Ахава, это было, конечно, жестоко. Но это с одной стороны. С другой стороны, им, возможно, было известно пророчество пророка Ильи и других пророков, что никого из семени Ахава не останется. То есть есть некая такая божественная неизбежность, но вот они избраны как бы орудием этого божественного гнева, этой неизбежности, и они как бы подчиняются. А может быть, было и то, и другое. С одной стороны, страх перед Иуем, с другой стороны, страх перед Богом и его грозными пророчествами. Тем более им стало известно, что и Изавель уже погибла. «И пришел посланный и донес ему, и сказал, принесли головы сыновей царских». То есть пришел посланный и донес ему, то есть Иую. «И сказал он, Иуй, разложите их на две груды у входа в ворота до утра. По утру он вышел и стал и сказал всему народу, «Вы невиновны. Вот я восстал против государя моего и умертвил его, а их всех кто убил? Знаете же теперь, что не падет на землю ни одно слово Господа, которое он изрек о доме Ахава». Что значит «не падет на землю ни одно слово Господа». Ну, как вода, она падает на землю, и она впитывается в землю, ничего не остается. Но слова Божии не так. Слова Божии, если сказаны, они рано или поздно исполнятся. И Иуй себя как бы считает орудием божественного гнева. Вот так получилось, что Господь его избрал. И далее он здесь говорит, давайте прочитаем снова, 10-11 месте. «Знаете же теперь, что не падет на землю ни одно слово Господа, которое он изрек о доме Ахава. Господь сделал то, что изрек через раба своего Илью. И умертвил Иуй всех оставшихся из дома Ахава в Исраэле, и всех вельмош его, и близких его, и священников его, так что не осталось от него ни одного уцелевшего». Ну, под священниками имеются в виду те, которых ставили священниками, точнее, жрецами культа Ваала. «И встал, и пошел, и пришел в Самарию. Находясь на пути при Беф-Акете, пастушеском, встретил Иуй братьев Ахозия, царя Иудейского, и сказал, кто вы?» «Они сказали, мы, братья Ахозия, идем узнать о здоровье сыновей царя и сыновей государыни. И сказал он, возьмите их живых. И взяли их живых, и закололи их 42 человека при колодезе Беф-Акида, и не осталось из них ни одного». Вот мы видим, что цари из дома Давида, иудейские цари, цари Иерусалимские, и их слуги, они более нравственные. Мы с вами помним, как царь Иерусалимский ездил навещать раненого царя Израильского. А здесь мы видим, как царь Иерусалимский встречает людей, которых послал царь Иерусалимский узнать о здоровье царевичей. И так как они могли быстро донести эту весть о жестокой расправе, хотя это было и по воле Бога, и Юй испугался, потому что одно дело воевать с язычниками, а другое дело воевать со своими, тем более с потомками царя Давида. И он совершает преступление. Он берет людей в плен, 42 человека, и там при колодезе Беф-Акида их закололи. И поехал оттуда и встретился с Инадавом, сыном Рихабовым, шедшим навстречу ему, и приветствовал его, и сказал ему, расположено ли твое сердце так, как мое сердце к твоему сердцу. И сказал Инадав, да, если так, то дай руку твою. И подал он руку свою, и приподнял он его к себе в колесницу, и сказал, поезжай со мною, и смотри на мою ревность о Господе, и посадил его в колесницу. Прибыв в Самарию, он убил всех оставшихся у Ахава в Самарии, так, что совсем истребил его, то есть дом Ахава, по слову Господа, которого он изрек Ильи. Действительно тяжело быть орудием Божьего гнева, но иногда Господь избирает и на такое служение. И собрал Иуй весь народ, и сказал им, Ахав мало служил Ваалу, и Иуй будет служить ему более. Вот здесь он делает нечто противоположное тому, что делал до этого, но в этом какая-то хитрость. Итак, созовите ко мне всех пророков Ваала, всех служителей его, и всех священников его, чтобы никто не был в отсутствии, потому что у меня будет великая жертва Ваалу. А всякий, кто не явится, не останется жив. Иуй делал это с хитрым намерением, чтобы истребить служителей Ваала. То есть это была как бы такая военная хитрость. И сказал Иуй, Назначьте праздничное собрание ради Ваала, и провозгласили собрание. И послал Иуй по всему Израилю, и пришли все служители Ваала. Не оставалось ни одного человека, кто бы ни пришел, и вошли в дом Ваалов, и наполнился дом Ваалов от края до края. Конечно, на фоне истребления дома Ахава, вот этот приказ, что мы начнем почитать Ваала больше, чем Ахав, он мог обнадежить жрецов Ваала, которые уже, наверное, перешли на полулегальное положение. «И дом Ваалов был наполнен от края до края. И сказал он, то есть Иуй, хранителю одежд, принеси одежду для всех служителей Ваала, и он принес им одежду, это специальные жреческие одежды, и вошел Иуй сын Адавом, сыном Рихавовым, в дом Ваалов, и сказал служителям Ваала, разведайте и разглядите, не находится ли у вас кто-нибудь из служителей Господних, так как здесь должны находиться только одни служители Ваала». Иуй предположил, что кто-то со страха мог перебежать в стан почитателей Ваала, поэтому он играет на ревности жрецов Ваала, говорит, вот посмотрите, рядом нет ли кого-то из служителей Господа. И приступили они к совершению жертвы всесожжений, то есть никого не нашли, а Иуй поставил вне дома 80 человек и сказал, «Душа того, у которого спасется кто-либо из людей, которых я отдаю вам в руки, будет вместо души спасшегося». То есть он дает строгий приказ, что все эти жрецы должны быть уничтожены, а если кто-то из них вышибет, то тот, который отвечал за этот участок, где пробежит жрец Ваал, он будет умершлен. «Когда кончено было всесожжение, сказал Иуй скороходам и начальникам, пойдите, бейте их, чтобы ни один не ушел». На самом деле, почему он позволил им совершить жертвоприношение Ваалу и одеть к тому же вот эти одежды, и все это происходило в храме Ваала. Он хотел как бы проверить действительно не настолько преданные Ваалу. Может быть, кто-то вразумлен чудесами, которые творил пророк Илья и перешел на сторону Господа Бога Авраама Исаака Якова, но он увидел их единодушие и он дает приказ скороходам и начальникам, пойдите, бейте их, чтобы ни один не ушел. Ну, кто-то спросит, а зачем вот такой приказ дается скороходам. Этим подчеркивается стремление Иуя как можно быстрее закрыть этот вопрос. «И поразили их острием меча и бросили их скороходы и начальники и пошли в город, где было капище Ваалова и вынесли статуи из капища Ваалова и сожгли их и разбили статую Ваала и разрушили капище Ваалова и сделали из него место нечистот до сего дня». Что значит сделали из него место нечистот до сего дня. То есть сделали общественный туалет. И надо сказать, что у евреев так было принято, когда они уничтожали какое-то языческое капище, они делали там отхожие места. Но самое страшное, когда в нашей стране произошла вот эта революция, многие из лидеров первого большевистского правительства, они были лицей еврейской национальности. Хотя они были безбожники, но об этой традиции они помнили. И они давали приказы разрушать храмы христианские и строить там отхожие места. Вот на Красной площади стоит Казанский храм, до того, как его восстановили, там был туалет. И во многих других местах, вот посмотреть по картам 40-40, храмы, мосты, храмы Москвы, что было в советское время, вот нечистые места, то есть места для нечистот. Это, конечно, очень жестоко по отношению к христианству, потому что именно христианство уничтожило язычество во всем мире, а они иудеи. Эту миссию они не выполнили. И именно христианство распространило закон Божий по всему миру, по всей планете, закон Моисеев, а евреи эту миссию быть народом светоча они не исполнили. Вот здесь показан этот прецедент, что они так поступали, но как история показывает, они так поступали не только с языческими капищами, но и с христианскими храмами. И истребил Иеуй Ваала земли израильской. Впрочем, от грехов Иерваама, сына Наватого, который вел Израиля в грех, от них не отступал Иеуй. От золотых тельцов, которые в Вифиле и которые в Дане. здесь мы видим насколько грех Иерваама проник буквально вот скажем так в плоть и кровь израильтян. Вот уже как бы две династии сменились, да даже больше, там три династии. А влияние Иерваама, сына Наватого, первого отступника, который поставил золотых тельцов, в Вифиле и в Дане как альтернативу Иерусалимскому храму, вот это все сохранялось. И сказал Господь Иеую, за то, что ты охотно сделал, что было праведно в очах моих, выполнил над домом Ахауэм все, что было на сердце у меня, сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилева. То есть ни за одно праведное дело человек не останется без награды. Но точно так же и ни за одно злое дело человек не останется без наказания. Но Иеуй не старался ходить в законе Господа Бога Израилева от всего сердца. Он не отступал от грехов Иерваама, который вел Израиля в грех. В те дни начал Господь отрезать части от израилетян и поражал их Азаил во всем пределе Израилева. Господь прогневался на этот народ и начал отрезать части земли. Как когда-то была Российская империя, но мы чем-то прогневили Бога и Господь начал отрезать части земли. И мы понимаем, что эти земли Великой Российской империи их собирали не коммунисты, не демократы, тем более, а великие князья киевские, великие князья Владимира Суздальские, великие князья и цари московские, императоры града Святого Петра. И пока мы были верны нашей вере, то земля становилась все больше и больше, потому что Господь всегда как бы лично заинтересован, чтобы народ Божий имел территорию, имел под собой разные народы, которые могут обращать в истинную веру. Но там, где мы перестаем служить Богу, вот Господь как бы отрезает, отрезает земли, их становится все меньше и меньше. Здесь мы и прочитали, в те дни начал Господь отрезать части от израилетян и поражал их Азаил во всем пределе Израилевом на восток от Иордана всю землю Галаат, колено Гадова, Рувимова, Манасина, начиная от Аруэра, который при потоке Арнония и Галаат и Авасан. Азаил был воинствующий человек и он конфликтовал с Иуием. Прочие об Иуи и обо всем, что он сделал и о мужественных поступках, подвигах его, написано в летописи царей израильских и почил Иуй с отцами своими и похоронили его в Самарии. И воцарился Иохас, сын его, вместо него, времени же царствования Иуева над Израилем в Самарии было 28 лет. Итак, мы видим, что никакое дурное деяние не оказывается без наказания и никакое праведное, без награды. Господь воздал Иую за то, что он выполнил казнь над домом Ахаба, но в то же время Господь был и недоволен этим человеком в том смысле, что он продолжал грехи Иерваама, сына Наватова. И вот этот урок, который мы выносим из 10-й главы, 4-й книги царств. Если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать 11-ю главу этой книги. поэтом, поэтом, Продолжение следует...